Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне греши. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием Божьимого Феолакта и с комментариями. Это наше издание «Трехтумник». Полное толкование с откровением вместе. И еще тут 240 иллюстраций, вот черточки видно где. Вот как выглядит это издание. Все, поехали. Номер 18. Евангелие от Иоанна 14, 23, 24. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обидеть у Него сотворим. Не любящий Меня, не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Толкование блаженного Феолакта. «Ибо Я и Отец вместе придем к тому, кто хранит Слова Мои». «Не во сне являюсь Я вам, но так как Я приду с Отцом, то как прилично явиться Отцу, таково же будет и Мое явление к вам». Слова «Обитель у Него сотворим» также не спровергает мнение Иуды. «Сны непродолжительны, а Я явлюсь и пребуду с Отцом. Посему посещение Мое не походит на сон. Посему кто не соблюдает Слов Сына, то есть Отца, тот не любит как Сына, так и Отца. Итак, вы, ученики, соблюдайте Слова Мои, ибо этим вы докажете Любовь ко Мне и к Отцу. Иные говорят, что вопрос, почему ты хочешь явиться нам, а не миру. Ученик Иуда предположил не из страха, а из любви к людям. Он желал, чтобы польза от явления была не одним только ученикам, но и всему миру. А Спаситель показывает, что таких благ удостаиваются не все, но только те, кои соблюдают заповеди Его, соделаются достойными явлений Его и любви Отчей. Ибо в том, кто соблюдает заповеди, пребывают Бог и Отец, но не так же, как и в Сыне. Ибо в Сыне Он пребывает естественно, а в человеке нравственно. Иоанна 14, 25-26 Сие сказал я вам, находясь с вами, Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Толкование Так как речи Господа были неясны для учеников, и одних из них они не понимали, а в большей части их сомневались, то, чтобы опять не спросили Его и не сказали, какие заповеди нам должно соблюдать, Он освобождает их от забот и смущения, говоря, что Утешитель неясное и неудобопонятное сделает для нас удобопонятным. Для вас. Для вас удобопонятным. Итак, вам не нужно скорбеть по случаю разлуки со мною, когда она доставит вам столько благ и столько мудрости, «Ибо доколе я сам пребываю, у вас и Дух не придет. Вы ничего невеликого, невысокого не можете уразуметь». Часто упоминают об Утешителе по причине, одержащей их скорби, подавая им добрую надежду, что Он будет руководить их. Утешитель придет во имя Мое. Это значит, Он не будет учить вас ничему чуждому Моего учения, не будет искать своей славы, но придет во имя Мое, то есть во славу имени Моего, а не своего, как делают враждебные друг другу учители, увлекая за собой последователей. Некоторые в словах «во имя Мое» разумеют имя Христа, Утешитель, ибо говорится именем ходатая Утешителя, Иисуса Христа. 1 Иоанна 2.1 «И как Дух, пришедший к ученикам, стал Утешителем, облегчил их скорбь, то Он пришел во имя Христа, ибо и Он Утешитель, как и Христос. Но апостол Павел называет и Духа Христом, когда говорит, «Вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его» в Римлянам 8.9. Потом прибавил, «Если же Христос в вас» в стих 10. Видишь ли, как Он выше сказал, что Дух Божий живет в них? Потом прибавил, «Христос в вас». Ясно, что Христом апостол назвал Духа. А как Дух именуется Христом, то слова «Отец пошлет Его во имя Мое», ты должен понимать так, что и Он будет называться Христом. Святой Дух и научил, и напомнил, научил всему тому, чего Христос не сказал им, как немогущим вместить. Напомнил все то, что Господь хотя и сказал, но чего апостолы не могли удержать в памяти, или по неясности сказанного, или по немощи своего ума. Иоанна 14, 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Толкование. «Хотя многие восстанут на вас, но вы при единодушии и взаимном мире нисколько не постраждете. Смущение они испытывали от привязанности и любви к нему, потому что должны лишиться его, а страх от того, что по смерти его с ними могут случиться бедствия. Но Господь не оставляет без уврачевания ни смущения их от привязанности, ни боязни будущих бедствий, а утешает то и другое, говоря, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 28, 29. «Вы слышали, что я сказал вам, «Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот, я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Толкование. Так как Господь видел, что апостол не совсем надеется на воскресение его, даже и не знает, что оно такое, и посему сильно скорбят и смущаются при мысли о разлуке с ним, снисходит к их слабости и говорит, «Я сказал вам, что я пойду и опять приду, и однако же вы еще скорбите, ибо не доверяете мне, что я, хотя и умру, однако не оставлю вас в скорбях ваших». «Ныне же, услышав, что я иду к Отцу моему, которого вы считаете великим и больше меня, вы должны радоваться, что я отхожу к нему, большему меня, и могущему уничтожить все бедствия». «Отец мой больше меня», это сказал он для учешения учеников. Они скорбели, потому что Христос будто бы не может защитить их. Он и говорит, «Если и я не могу, то Отец мой, которого вы считаете больше меня, по всей вероятности поможет вам». Равный в другом месте говорит, «Неужели думаете, что я не могу умолить Отца, и Он пошлет мне двенадцать легионов ангелов»? Матфея 26, 53. «Он сказал сообразно с понятием их, так как они считали его слабым, а Отца могущему крепить их во время скорбей». «Отец говорит больше, потому что Он причина и начало Мое, ибо Я от Него родился. А что Отец больше, это не значит, что Он и иного существа, ибо и у людей, можно сказать, Отец больше сына, но не у другого существа». Потом пусть скажут еретики, чем Христос отходил к Отцу, божеством или человечеством? «Без сомнения, человечеством, ибо как Бог Он всегда был на небесах и не отделен от Отца». Итак, Отец называется большим Его, как человека. Иоанна 14, 30, 31. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что или Я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Толкование. Что Он князь мира сего, это понимание не о твари вообще, но о людях, порочных и мудрствующих мирское. Ибо Он владычествует не над небом и землею, иначе Он все не спроверг бы и расстроил, но над теми, которые сами предаются Ему. Поэтому Он называется и князем тьмы, а под тьмой, разумей, злые дела. А как некоторые могли подумать, что и Христос предается смерти за грехи, то Он прибавил «И во мне не имеет ничего». «Я смерти не повинен, дьяволу ничем не должен, но принимая страдания добровольно из любви к Отцу». Часто упоминают о смерти, присоединяя и слова утешения, чтобы сделать ее удобоприемлемой для них. Ибо, слыша, что Он умрет, они узнают и то, что Он добровольно пренебрегает дьявола и умирает из любви к Отцу. Итак, если бы страдания были пагубны, а не спасительны, не соизволил бы на это Отец любящий и не принял бы их на себя Сын любимый. Как же нам понимать, что Он умирает из любви к Отцу? Отец, говорит, любит мир и за него предает меня на смерть. Я люблю Отца с его благоволением и хотением соглашаясь доказываю, что люблю Отца тем, что беру на себя и исполняю заповеданное им, то есть его благоволение и определение. Скажите вы, Ариане, если бы сын был раб, уже ли бы он сказал, что я умираю из любви к Отцу? Раб исполняет волю Господина своего не потому, что любит его, но потому, что он раб и боится наказания. А Господь Иисус, так как Он творит волю Божию из любви, не раб, не тварь, но поистине Сын, исполняющий волю Отца. Посему, когда слышишь, заповедал мне Отец, из-за слова заповедал, не смотри на Господа, как на подчиненного, но из-за слова Отец, признавай его Сыном, единосущным Отцу, заповедал, же понимай так, восхотел, сказал, определил, благоволил. Иоанна 15, 1-3 Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь, всякую меня ветви, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Толкование. Многократную речь о своих страданиях Господь совершенно убедил учеников в необходимости оных. Засим уразумел, что они боятся, как бы скорее их не схватили и от сильного страха уже не внимают и словам его. Посему он хочет, по-видимому, ввести их в место потаенное, в котором их не схватят. Но он уходит из того места, где они были, для того, чтобы, укоротив смятение в душах их преподать им таинственнейшее учение. Отводит их, как узнаем, из последующего в тот сад, который был известен Иуде. Такой поступок был, по-видимому, удалением, а на самом деле добровольным преданием себя. Ибо он удаляется в такое место, которое знал Иуда. Что же таинственного он преподает им? Я, говорит, есть млоза, то есть корень, а вы ветви, а отец мой виноградный, ему должен и плод приносить, то есть вести жизнь добродетельную. Так, что если кто-нибудь имеет только голословное предисповедание веры, а не приносит плода через соблюдение заповедей, то делается ветвью мертвою, ибо вера без дел мертва. Иакова 2.29 Итак, всякий верующий до то ли находится во Христе, до коли верует, ибо говорит всякую ветвь, которая во мне, если она не приносит плода, отец отсекает, то есть лишает общения с сыном, а приносяющий плод очищает. Отсюда мы узнаем, что и очень набродительный человек все-таки нуждается в побечении Божием, ибо бесплодная ветвь не может оставаться на лозе, а плодоносную отец делает еще более плодородную. Через искушения они оказывались более и более сильными. Я, говорит, очистил вас через свое учение. Теперь уже нужно, чтобы и вы показали на деле, что следует с вашей стороны. Иоанна 15 4-6 Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Полкование. Я очистил вас через слово и учение свое, и с моей стороны не осталось ничего неисполненным. Теперь должно начаться уже ваше дело. Примером ветви ясно представляет нам, что от него подаются сила и жизнь тем, кое благо ждает ему. Ибо как плод приносит та ветвь, которая пребывает на лозе, и от нее получает содействие к жизни, так и вы, если пребудете во мне через соблюдение заповедей, принесете больше плода. А кто не пребывает, тот засохнет, то есть теряет то, что имел от корня, и если получал какую-нибудь духовную благодать, лишается ее и сообщаем от нее помощи и жизни. Бросают в огонь, и они сгорают. Сими же словами подает им немалое утешение, показывая, что злоумышляющие против него, например, Иуда, будут сожжены, а они, пребывающие в нем, принесут плод. Комментарий Игнатия Лапкина. Те, кто исповедуется и причащается, но не любят Слово Божие, как могут надеяться быть очищенными от грехов? Солом 118, 105 Слово Твое светильник ноги моей и свет стези моей. Я очистил вас через Слово и учение. Во всех народах и всех религиях есть понятие об очищении, и, как правило, это пытается сделать через принесение жертвы за свой грех. Но блаженный Феофилакт снова напоминает всем, и в первую очередь православным, и тем более священникам, слова Иисуса, что Он, и только Он один, очищает через Слово ее Слово и учение. Но как можно читать эти слова тысячу лет и толковать об очищении через частую исповедь и частые причащения, о чем не даже намека в Библии? И не видеть в упор вот эти самые ясные слова, что Слово Божие и учение Христа очищают. И вот это учение Христово, и вот это Слово Иисуса в Новом Завете намеренно спрятали, толкуя по-своему путь спасения. Я очистил вас через свое Слово и учение. Эти слова должны радовать всякого читающего Библию, и весьма печаль тех, кто не читает, кто умышленно не был допущен до очищения Божьего. И таких своих слепостивающих кормильцев, прихожан, батюшки толкают на свой путь спасения, погибели, чтобы ни Слово Божие, ни учение Христово исследовали православные и исполняли его, а батюшек и только их слушали, к ним прибегали за каждым пустяком и без них ни шагу. А без Слова Божия, без учения Христова, русская православная церковь была брела до стройнейшей своей катастрофы и ничего не поняла. Поняла. И снова, как ни в чем не бывало, культивирует белый магизм и самое настоящее шаманство под видом православия, забывая намертво слова Христа и учения Христа. Библия так и не стала настольной книгой православных, ибо ее заблокировали служители алтаря, служители кадила, а не благовестия. Христос стоит у дверей, непринятый, и снова говорит через феофилакта. Я очистил вас через слово свое и учение. Иоанна 15, 7, 8. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Толкование. Ибо каждый из живущих богоугодно пребывает на лозе по собственному желанию, соединяясь с нею через любовь и соблюдение заповедей, и прилепляясь духом. Равно как напротив, тот, кто перестает соблюдать заповеди, произвольно очуждается от Господа. Слава Бога и Отца составляет достоинство учеников Сына Его. Ибо когда светил пред человеками свет апостолов, тогда прославляли и Отца Небесного. Матфея 5, 14, 16. Плод апостолов в суть и те народы, которые их учением приведены к вере и стали прославлять Бога. Если же Отец прославляется тем, когда вы приносите плод, то он, без сомнения, не будет пренебрегать своей славой, но поможет нам приносить больше плода, чтобы и ему больше прославиться. Иоанна 15, 9, 10. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Толкование. Услышав же, что я возлюбил вас, вы не будьте беспечны, но старайтесь прибыть в любви моей. Потом объясняет, как они могут прибыть в этой любви, именно, если соблюдут заповеди его. Всем этим он показывает, что они будут в безопасности тогда, когда будут вести чистую жизнь. Ибо весьма нелепо думать, будто бы дающий законы для всех подлежал заповедям, и без заповедей Отца не мог управить свою жизнь. Говорит же это для того, чтобы их более утешить. Он сказал им, я люблю вас. Между тем они впоследствии должны бороться со скорбями, чтобы в этом случае они не соблазнились, будто бы любовь его ни к чему не служит им. Он отец любит меня, однако же предает на страдания за мир. И как от того, что я стражду, любовь отца не уменьшается, так и моя любовь к вам не уменьшится, хотя вы и подвернетесь бедствиям. Иоанна 15, 11, 13. Сия сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Сия есть заповедь моя, да любите любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Толкование. Радовались они потому, что сами изгоняли бесов. Как и сам он говорил, не радуйтесь, что изгоняете бесов. Лука 10, 20. Он желает, чтобы мы любили друг друга не просто и как случилось, но так, как он возлюбил нас. Вместе с этим указывают нам путь, как нам соблюдать заповеди о любви. Как же говорит, любите друг друга и вы, так же, как я возлюбил вас, то сим указывает меру и совершенство любви. Ибо нет больше сей любви, как если кто душу свою положит за друзей. Посему и вы полагаете душу друг за друга, как и я умираю за вас. Итак, не думайте, что я ныне удаляюсь от вас по нерасположению к вам. Напротив, это делается по любви и при том совершеннейшей. Иоанна 15, 14, 16. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Толкование. Я, люблю вас настолько, что открыл вам изнеизреченные тайны, ибо я сообщил вам все, что слышал от от отца моего. Когда же говорит все, что слышал то, что он не возвещает ничего постороннего, но то, что принадлежит отцу, и то, и что все слова его суть слова отца. Не вы пристали к моей дружбе, но я к вам, и я первый возлюбил вас, как же я оставлю вас на последующее время, и поставил вас, то есть я насадил вас, чтобы вы и шли, то есть чтобы выросли, умножались, расширялись, распространялись и приносили плод. Видишь ли равенство отца и сына? Выше называется делателем отец, а здесь является делателем сын. Постыдись арий с теми, которые и вместе с тобой поработились нечестию, ибо отец когда дает дает свою десницею, а десница его сын, ибо кто не приносит плода, тот и не просит полезного и спасительного для души, но непременно просит мирского и бесполезного, а потому и не получает, ибо просит и сказано, но не получаете, потому что не на добро просите, Иаков 4.3 Иоанна 15.17.19 Сие заповедую вам, да любите друг друга, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир, толкование, так как терпеть гонение и ненависть дело тяжелое и очень прискорбное, то в утешении их говорит, если ненавидят вас, это нисколько не ново, ибо меня возненавидели прежде заходить великое утешение и в том, что становитесь общниками моими, перенесение ненависти. Засим превосокупляет и другой способ утешения, более обязательный. Вам напротив нужно было бы скорбить в том случае, если бы мир, то есть злые люди любили вас, ибо если бы они любили вас, это было бы знаком того, что и сами вы имеете с ними общение в той же злобе а теперь когда злые ненавидят вас, вы радуетесь, ибо они ненавидят вас за добродетель, иначе если бы вы не были добродетельны, мир любил бы свое, но как я отлучил вас от злобы мирской, то мир ненавидит вас за то, что вы не участвуете в делах его. Иоанна 15, 20, 21. Помните слово, которое я сказал вам, раб если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши, но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня, толкование, если не гнали меня владыку, то тем более будут гнать вас, рабов, если не гнали меня, а соблюдали слово мое, то и ваши будут соблюдать, но этого нет, ни Моего слова, ни вашего не будут соблюдать, но все то сделают над вами за Меня. Посему, если вы любите Меня, переносите, что испытываете за Меня, которого, по вашим словам, вы любите. Вот и еще причина к утешению. Они, обижая вас, оскорбляют вместе и того, кто послал Меня. Посему, если лишь то иное, то это самое, что одни и те же суть враги вам и мне и Отцу Моему, должно служить к вашему утешению. Иоанна 15, 22, 25. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеет извинений во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели Меня напрасно. Псалома 68, 5. Толкование. Грех их непростителен, ибо не я ли пришел и учил, если бы я не приходил, если бы не говорил, они могли бы сказать, мы не слыхали, а теперь зло бы их неизвинительно. Таким образом, и это немало не служит к оправданию их. Я же не только учения преподавал, но и дела творил, каких никто другой не делал. Например, чудо над слепым, над лазарем и прочее подобное. Какое же у них оправдание? Я, со своей стороны, преподавал учения на словах и присовокупил доказательства от дел. И Моисей, второзаконие 18, 18, 21, заповедует слушаться о того, кто чудеса творит и учит благочестие. Ненависть их родилась от одной только злобы, а не от иной причины. Законом, как мы часто говорили, называют не только закон Моисеев, но и книги пророков, какие здесь назвал законом книгу Давида. Давида Духом Святым вперед завозвещал, что будет делать злобой их, а они без сомнения по злобе исполнили предсказанное пророком, и тем подтвердили истину пророчества. Иоанна 15, 26, 27. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Толкование. Господь сказал ученикам, вас будут гнать. Слова, слова вашего не будут соблюдать. Они могли сказать, Господи, зачем же наконец Ты посылаешь нас? Как нам будут верить? Кто будет внимать нам? Кто послушает нас? Посему обличаемое Духа в том, что они грешат безответно, будут принимать вашу проповедь. И сначала бывшие со Мною, так же будете свидетельствовать, что и я словами и делами сделал их безответными. Итак, не смущайтесь, проповедь не будет без свидетельства, но Дух будет свидетельствовать знамениями и чудесами, и свидетельство его будет достоверно. Ибо он, Дух истины, слова которого я пошлю, показывает равенство его с Богом. Ибо в ином месте сказал, что Отец пошлет Духа, Иоанна 14, 26, а здесь говорит, что Он сам пошлет Его. Сим показывает не что иное, как равенство. А чтобы не подумали, будто Он восстает против Отца, когда посылает Духа иной властью, прибавил от Отца. Пошлю Его Сам, но от Отца, то есть по благоволению Отца, и пошлю вместе с Ним. Ибо Я не извожу Духа из собственных недр, но от Отца Он подает Ца через Меня. Когда слышишь, что исходит под исхождением, не разумей посольство, как посылаются служебные духи, но исхождение есть естественное бытие Духа. Если мы будем понимать, исхождение не так, но как совне бывающее посольство, то не видно будет, о каком Он Духе говорит. Ибо бесчисленны духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение. Евреям 1, 14. Но здесь исхождение есть какое-то особенное и отличное свойство, принадлежащее собственность одному Духу. Итак, под исхождением мы должны разуметь не посольство, а естественное бытие от Отца. Сей-то Дух будет свидетельствовать о проповеди. А также и вы будете свидетельствовать, потому что не о других слышали, но сами с самого начала находитесь со Мною. А свидетельство тех, которые сначала были с Ним, немаловажно. Сами апостолы впоследствии говорили перед лицом народа, свидетели Его воскресения мы, которые и ели и пили с Ним. Деяние, 19, 41. Итак, свидетельство с двух сторон, и от вас, и от Духа. А вас могут подумать, что вы свидетельствуете в угоду мне. Но Дух никак не будет свидетельствовать из угодливости. Иоанна, 16. Все, все, все. Договорите. Благодарю. Спасибо, Христос. 19, разошелся.